Приветствую всех на канале Нотик! Сегодня мы распакуем ноутбук. Это Lenovo Yoga Slim 7 Pro, правда, базовые модификации. Пока я буду открывать, вы скажете, а распаковка, он уже открыт. Нет, он не открыт, потому что вот ноут в красивой упаковке, он запечатан. Мы сейчас его откроем и посмотрим, что там да как. Но для начала давайте глянем на адаптер питания. Это Lenovo, поэтому я чую, что там USB-C. Ну, давайте проверим мою чуйку. И моя чуйка меня не обманула. Это USB-C 65 Вт, составное адаптер питания. Итак, что же это за ноутбук такой? А это новая модель. У меня базовая модификация, она идет с экраном 2.2K. Вообще они есть еще с 2.8K, и там 90 Гц частота обновления, но я взял самую базовую версию, потому что другой у меня не было возможности взять. Здесь стоит процессор Intel Core i5-11300H, 35-ваттный Tiger Lake, 8 ГБ оперативной памяти, которую я подозреваю распаянен на материнской плате, и SSD-шник на 256 ГБ, да, 256, то есть самая-самая базовая версия. Причем даже эта базовая версия стоит дорого, то есть порядка 80 тысяч рублей. Так, здесь у нас какие-то бумажки, вроде ничего нет, такого интересного положим обратно, они нам не нужны. Итак, смотрим на ноутбук. Это Yoga Slim, это не C линейка, которая конверция была, это просто обычный ноутбук, поэтому он просто вот так вот открывается на 180 градусов, даже не до конца 180 градусов открывается, не доходит крышка до непосредственно стола. Так, у нас сверху находится камера, и скорее всего здесь ико-датчик, судя по тому, что здесь стеклянное покрытие. А рабочая панель, в принципе, очень похожа на все, что мы видели у Lenovo до этого. Есть одно но. Огромный тачпад, просто огромный, больше, чем я видел в предыдущей Yogi, и больше, чем есть, например, в линейке Adiapad, по крайней мере, предыдущего поколения. Кнопки немножко отличаются, они, если вы можете видеть, немножко, я же не знаю, не такие высокие, то есть они, не знаю, уже, что ли, назвать их или как-то по-другому, но клик у клавиатуры такой же, как обычно. Мы не видим здесь никакой кнопки включения, а все потому, что она выведена сюда. Вот здесь у нее есть отдельный диодик, есть USB-шник, есть 3,5-мм аудиоразъем, и с другой стороны мы видим два Thunderbolt, что неудивительно, потому что это модель на процессоре Intel, причем на актуальном. Что ж, это пока что все, что я могу вам сказать, ну, еще можно сказать, что он целиком сделан из алюминиевого сплава. Сейчас, да, открывается, но он одной рукой. Да, открывается. Я его возьму, протестирую, а потом приглашу вас на обзор этого аппарата в нашем YouTube-канале, скажем так. Все, спасибо большое за просмотр этой распаковки, увидимся на обзоре, как я уже сказал. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на Instagram и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok